Работы выполняются, но есть к чему стремиться. К такому выводу пришли представители окружного профильного департамента, которые сегодня проинспектировали качество уборки дворовых территорий, многоквартирных жилых домов и автомобильных дорог от снега. В рабочей поездке также приняли участие мэр города и его заместитель, представители муниципального контроля и инспекции Гострой жилнадзор, а также депутаты окружного собрания. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Череда метелей и обильный снегопад сделали свое дело. Город покрылся белоснежным одеялом. Коммунальщикам от такого урожая работы только прибавилось. Насколько качественно и оперативно они справляются с взятыми на себя обязательствами, сегодня предстоит выяснить рабочей группе под руководством руководителя окружного профильного департамента Александра Лидера. Жалоб жителей на сегодняшний день достаточно много. Но это связано не только с тем, что не убирается управляющая компания, но и дело в том, что прошли сильные снегопады, и скорость уборки, к сожалению, не отвечает нашим с жителями пожеланий. Первым в маршруте нашего рейда двор многоквартирного дома номер один по улице Швецова. На детской площадке работы буквально кипят. Представитель управляющей компании заверил, что работы здесь выполняются регулярно в соответствии с графиком. Вы, на мой взгляд, снег-то вижу уже достаточно давно. Ну, явно зимы не убиралось, за исключением только... Убиралось, убиралось. Есть график, все делалось. Сколько раз убиралось? Сейчас точно не готов сказать, но если необходимо, я представлю вам доклад. И на мой взгляд, мне кажется, что все-таки это элемент такой показательный, специальный для нас. Мне осталось впечатление, что здесь не так все эффективно. Между домами под номерами 1 и 3 по улице Швецова обнаруживаем гору снега высотой в пару метров. Как давно она здесь растет и почему не вывозится, пытаемся разобраться на месте. Директор МБУ «Чистый город» официально заявил, к данному сугробу предприятие не имеет никакого отношения. Кстати, есть у нас такая общая проблема. У нас и где 27-е дома. Причем в реальной ситуации, звонили сами предприниматели, когда на место складирования, допустим, уборки, то, что делает наша МБУ, туда же добавляются, скажем так, сметы с территории, которые убирают управляющие компании. Наша задача с вами здесь навести, не здесь, а вообще в городе навести порядок. Недостаточно того, что жители на колец-то начали понимать, что у нас здесь есть власть, и мы начали убираться. Нужно сделать так, чтобы люди просто это знали всегда в априори, что выпал снег, всегда придут дворники, всегда приедет техника, и все будет убрано. Вот это вот, в принципе, можете, когда я закончу. Значит, вот это вот, в принципе, недопустимо у дворовых территорий. Я согласен, может быть, у управляющей компании этого нет. Давайте тогда этот вопрос, нету возможности его возить. Но тогда давайте это выносить на общее обсуждение и принимать решение какое-то, а не сидеть и думать, что с этим дальше делать. В ходе рейда рабочая группа проинспектировала и детскую площадку в районе дома номер 13 по улице Меншикова. Она была передана МБУ «Чистый город» в январе этого года. Невооруженным глазом видно, что работы по уборке снега на этой территории не проводились давно. Александр Лидер поручил директору предприятия привести площадку в порядок в течение двух дней. Далее отправляемся на улицу Южная, чтобы посмотреть, как здесь осуществляется уборка территорий. «Коммунальная машина МКДУ появляется здесь практически ежедневно. Здесь требуется работа еще автогрейдером. Автогрейдер у нас здесь появиться в ближайшее время не может, так как у нас тот объем работы, который присутствует на сегодняшний день, не позволяет здесь в ближайшее время появиться, потому что 70 автомобильных дорог, на каждой требуется работа автогрейдера». Отсутствие коммунальной техники – не единственная проблема. Которая отрицательно сказывается на качестве уборки дворовых территорий от снега. Нередко этому препятствуют и сами жители многоквартирных домов, которые игнорируют объявления управляющей компании о предстоящей уборке снега с придомовых территорий. «Сталкивались управляющие компании с такой картиной, когда обращение управляющей компании убрать машины, реакция со стороны жителей негативная. То есть игнорируют, да, игнорируют. И приходится управляющим компаниям применять ручную уборку, что для жителей, точнее, для самой управляющей компании не совсем удобно». В завершении рейда руководитель окружного профильного департамента отметил, что в целом автомобильные дороги и дворовые территории убираются, но есть к чему стремиться, и работа в этом направлении должна быть продолжена. «Основная проблема сегодня, которую я для себя понял, это отсутствие взаимодействия между управляющими компаниями и чистым городом. То есть территория в рамках поручения Александра Витальевича, вся территория была поделена, и сейчас нам нужно сверить, все-таки еще раз сверить все списки, чтобы у нас ни одной незакрепленной территории на территории города не осталось в принципе. Тогда будет понятно, с кого спрашивать, как спрашивать, и взаимодействие муниципального контроля и жилищной инспекции должно быть усиленным. Мы по результатам сегодняшней поездки такие поручения дадим и надеемся, что мы сейчас в ближайшее время поправим, еще улучшим, так скажем, нашу работу, потому что, в принципе, после такого мощного снегопада территория находится в удовлетворительном состоянии, ну, в рамках тех территорий, которые мы сегодня проехали». Участники рейда дали ясно понять, качество уборки автомобильных дорог и междворовых территорий от снега взято на особый контроль. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».